приветствую всех и всем доброго времени суток друзья мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту virtual project напомню что это новый но не новый проект все описание почему это так получилось почему этот новый проект стал не особо новым в первой части этого обзора ну а мы продолжаем напомню что в прошлой части мы больше путешествовали по ковали по окрестностям рассматривали какие-то достопримечательности и сбор ресурсов ну в общем то стандартником эту же часть обзора хотелось бы посвятить именно самому самому проекту что он из себя представляет ну а в моем видении этот проект выглядит следующим образом несмотря на то что этот проект находится на очень древней сборке и подвергся минимальному изменению но изменения в этом проекте есть есть какие-то свои уникальные штуки например вот как сейчас работа с деревом происходит вот таким вот образом то есть валятся деревья на самом деле как видите я уже навалил их очень много ну и когда вы заканчиваете работу оборачиваясь назад выглядит это все достаточно эпично когда огромное количество деревьев валяются ну выглядит действительно здорово и подобное явление здесь сделано на каждой точке куда бы вы не поехали какой бы ресурс вы не поехали добывать перерабатывать или продавать здесь все точки изменены здесь нету стандартных точек вот поверьте мне я проверил их здесь огромное количество и в первом своем обзоре я об этом говорил что автор коснулся первым делом это вот точек добычи точек переработки точек продажи он коснулся именно того что вы увидите первыми когда зайдете на этот проект естественно каждый кто зайдет до начинает как добывать какие-то денежки для того чтобы дальше здесь существовать и первое с чем вы столкнетесь это точки добычи ну так уж завелось на этих проектах так оно повелось и это автор понимает и он переработал здесь все сейчас чуть позже я куплю вертолет мы с вами полетаем и я покажу вам все это и вот на мой взгляд это и есть самое главное достояние этого проекта он получился ламповым теплым и уютным каждая точка с которой вы коснетесь она будет изменена вам будет приятно посмотреть на что-то новое на одном из своих обзоров я как-то говорил что автор добавил там очень много красивых уникальных зданий всех их закрыл сделал много баз но они тоже все закрыты даже госпитале тот был под высоким забором и тоже закрыт то есть игрок приходя идет на точки добычи они стандартные ему и смотреть не на что то что он видит он даже зайти посмотреть не может потрогать пощупать то есть для него все это закрыто все это отстранено здесь же нет здесь автор сначала сделал все чтобы было удобно играть именно игроку вот именно среднему игроку зашел любитель фарма и он здесь получит удовольствие вот такой вот этот проект вот это его изюминка да можно сколько угодно придираться к тому что старая сборка дурацкая карта не читаемые иконки но то что вы увидите первыми то что вас встретит все будет очень и уникально индивидуально и тепло и вот посмотрите даже примерная база выполнена так аккуратно по-домашнему кстати здесь используется исключительно алтийские тоновские и какие-то здания еще по моему у из проекта дейзи но в общем то все это принадлежит и одному и тому же движку мне очень нравится как сделан въезд на базу мост потом маленький туннель но прикольная база я ее показывал и прошлом своем обзоре на проект майами мне эта база понравилась ну говорить то здесь про эту базу очень много не приходится человек сделал из подручных материалов очень уютную красивую базу кстати ночью она тоже очень эпично выглядит и она озаряет вокруг воду это все так красиво но это можно посмотреть в обзоре остров майами ну вот такая вот база летим-ка мы дальше ну а дальше на нашем пути будет лежать еще одна база но я думаю эту базу мы посмотрим и больше к этому обращаться не будем мое мнение что это шаг назад когда-то люди играющие в тактический шутер арма 3 решили сделать некое подобие симулятора жизни вот тогда-то на базе игры арма 3 тактический симулятор боевых действий и был создан другой мод арма 3 life rp а все эти базы военизированные с гранатометами с военной техникой с вертолетами все это возвращает нас обратно и тут хочется задать вопрос а зачем тогда вам рп проект ну создайте карту сделайте две базы и перестреливайтесь друг с другом ну все равно же вы будете стрелять тогда зачем ну для меня это загадка я никогда их не понимал от этих баз военных и до сих пор не понимаю мне кажется это шаг в деградацию ну и бог с ними они здесь есть и пусть они здесь есть а мы вернемся к мирному гражданскому направлению этого проекта и вот одна из точек продаж а именно это точка продажи алкоголя посмотрите как она выполнена это как раз то о чем я говорил еще в начале этой части автор коснулся каждой точке продаж переработки чтобы у вас для вас это было как-то интересно удивительно необычно и вот посмотрите например даже на карте на карте обозначены всего три объекта вот они слившиеся вместе вот этого завода там нету автор его поставил и казалось бы чего-то странного да а все равно вот глаз радуется точка продажи не выглядит как какой-то заброшенный поселок это выглядит как промышленный объект и вот сейчас вы можете видеть в углу экрана что я снимал в прошлый раз этот проект и показывал другие точки и как видите они все все переделаны на каждой точке автор чего-то добавил что-то украсил добавил какого-то уюта тепла как я и сказал еще этот проект создан для массового игрока для игрока который зайдет начнет фармить или ездить по карте и будет видеть какие-то необычные объекты все эти точки которые вы сейчас видите в угловых видео вставках они остались они здесь до сих пор но показывать я вам буду дальнейшем другие точки чтобы не повторяться как например я показал вам повторно дерево вот так выглядит еще одна точка это точка добычи руды и опять как и на всех как я уже говорил посмотрите что автор сделал с этой точкой это не просто голая полянка это обнесенные скалы это добавленные какие-то объекты тоже с карты по моему танова это ну и согласитесь играть на карте где есть вот такие вот локации но гораздо приятнее надо учитывать что арма это не тот проект он не дает игроку нужного антуража атмосферности это симулятор боевых действий в прошлом и для того чтобы изменить ландшафт в лучшую сторону сторону рп проекта нужно все-таки прикладывать руки голову и хотя бы небольшую толику креатива и все и тогда объекты в корне меняется и на него приятно заходить на карту приятно заходить приятно играть как я всегда говорю вот из мелочей и состоит полностью проект ну а облетать дальнейшие точки и чтобы показать вам что действительно не все изменены мы не будем просто поверьте я не пустословлю автор изменил здесь практически все ну наверное на 95 процентов карта в промышленном направлении точно изменена и вот вы знаете я поймал себя на мысли что мне хочется летать и смотреть на эти точки а что вот он придумал там да а как он делал например добычу алмазов да или там если какие-то изменения после зимнего мода на песке и хочется летать летать и смотреть но на это к сожалению нету времени поэтому мы возвращаемся в ковалу и вот здесь еще один плюс в кавале и как видите есть посадочная зона и гараж для летного транспорта но по крайней мере для вертолетов наверно посадить здесь самолет сможет только в лэкстоун и я к сожалению летают только на вертолетах поэтому вот это тоже еще один плюс этому проекту здесь кстати в отличие от предыдущего моего обзора есть и заправка и действующий гараж бегать следующий раз в аэропорт вам нет никакой нужды ну а сама заправка любого транспорта на этом проекте выглядит вот так может быть не самое лучшее решение может быть не самое красивое и я видел заправки более интересные но здесь выполнено все вот так вот кстати видите выдержано в том же черно-оранжевом стиле поэтому тоже еще один небольшой но плюсик ну и наверное подошло время подвести какой-то итог того что мы увидели а увидели мы много чего и как на проекте майами когда еще была эта сборка так под таким названием так и здесь в общем то изменений никаких я не увидел единственное что перенесли одну базу но и поправили экономику она стала чуть чуть попроще добавили вот этот металлоиск металлоискатель но по моему он был и прошлый раз я уже не хочу лезть смотреть по моему он был но а в принципе в принципе мне проект этот понравился он теплый он уютный и он создан именно для игрока то есть для нас с вами все что здесь изменено все изменения были направлены для интересной игры нас тех кто заходит те кто фармит те кто общается и в общем-то поддерживает направление этого проекта для нас все здесь сделано да в кавале есть минимальные изменения но я например сторонник того чтобы использовали родные армавские объекты чем меньше левых сторонних объектов тем серверу легче и надо сказать что фпс здесь просто божественной действительно зайдите попробуйте мне больше добавить нечего проект мне понравился да он простой до старая сборка но он такой ламповый он теплый он уютный и как я сказал мне хочется пойти посмотреть какие еще есть точки какие есть изменения на этих точках да очень мало транспорта но это дело наживное грубо говоря за 20 минут можно накачать сюда хреново тучу этого транспорта было бы только желание администрации но транспорт нужен транспорт транспорт это конечно бич этого проекта ездить здесь практически не на чем но модель жигулей меня тоже порадовала вот такой вот ребята обзор вот такой проект если кому-то понравилось заходите играйте получайте удовольствие но у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго